А у нашей газеты Одинцовская неделя юбилей. Нам исполнилось 20 лет. Что же увидят читатели в праздничном выпуске? Первая полоса посвящена, конечно же, Параду Победы в Москве, на котором в роли гостей и участников оказались Одинцовские ветераны, суворовцы и летчики пилотажных эскадрилей из Кубинки. Свои торжества прошли и в Одинцовском городском округе. На этот раз без салюта в центре города, но, тем не менее, очень тепло и душевно, с поздравлениями ветеранов, концертами агитбригад, возложением венков и цветов к мемориалам. В Одинцовском городском округе продолжают строиться школы. В Звенигороде, в поселке Горки-2, в Немчиновке. А школу в Вавиденском недавно отремонтировали, и директор школы Оксана Кляпка с радостью благодарит за ремонт. Одинцовый меняется для нас. Проектная студия «Горожане» представила на суд общественности эскизный проект реконструкции центра города Одинцова. Если он победит в конкурсе Минстроя Российской Федерации, наш город получит финансирование на реализацию проекта. Читатели желают газете. По случаю 20-летия нашего издания мы провели традиционный опрос жителей города Одинцова, поинтересовавшись, что бы они хотели увидеть на наших страницах в следующем третьем десятилетии нашей работы. Предложений поступило множество, но и вы, дорогие телезрители, тоже можете подать какую-нибудь интересную идею, просто позвонив в редакцию Одинцовской недели или написав в наше сообщество в социальных сетях. Вы можете даже сами написать статью. Муниципальная пресса с огромным уважением относится к таким соавторам. Так и поступил наш читатель, житель города Одинцова Георгий Маштаков, ветеран РВСН и член Союза писателей России, рассказавший на страницах Одинцовской недели о жизни общественного объединения под названием «Дети войны». Наш корреспондент Елена Щукина исследует феномен популярности компьютерной новинки – видеоигры Atomic Heart. Предлагаемые обстоятельства довольно интересны. Они погружают игроков во вселенную такого своеобразного советского киберпанка. Причем приметы советского быта в игре скопированы настолько точно, что сомнений быть не может. В разработке явно участвовали программисты из России. В спорткомплексе МГИМО в Одинцово прошли крупные соревнования по не олимпийскому, но чрезвычайно зрелищному виду спорта – спортивной акробатике. Всякий, кому довелось увидеть выступление этих мастеров, поражается возможностям человеческого тела, силе, красоте, пластике, грации спортсменов. А наш Одинцовский округ, благодаря работе коллектива спортшколы «Старый городок» под руководством уникальной династии тренерской семьи Гургенидзе, фактически стал столицей этого вида спорта в России. В гостях у подкаста «Сами мы не местные» редактор нашей газеты Нина Владимировна Дьячкова. 17 лет назад она приехала на разовый проект в Одинцово и Смоленска, где работала корреспондентом и ведущим «Радио Весна», но влюбилась в наш город, да и работа нашлась по душе. Все подробности на страницах Одинцовской недели. В колонке происшествия несколько необычная история с участием в строительной буровой установке, которая из-за особенностей грунта в строящемся жилищном комплексе «Одинбург» нечаянно упала на многоэтажку, проломив стену на высоте пятого этажа. К счастью, никто не пострадал, а отверстия строители быстро заделали. Вот такие у нас новости. Скорее забирайте наш очередной номер в фирменных стойках распространения. А если не достанется, то к вашим услугам наш сайт. Вот ссылка на него.